Пожалуйста, лет 5 назад сколько в мире существовало полноприводных, полноразмерных универсалов? В Европе очень мало. В Японии существовали, допустим, Nissan Stage, с двигателем RB25DET на автомате, тоже самое Sky. И вот этот автомобиль от Subaru Legacy Outback. Это был первый японский автомобиль, который пошел в Европу. Для этого необходимо было переставить руль справа налево. И уже только потом появился Audi Allroad, ну и еще кое-что от Mazda. Кстати, смена поколений Subaru Legacy Outback произошла в Магнитогорске практически одновременно со всем остальным миром. Первые машины у нас появились практически сразу, после презентации новинки. И несмотря на отсутствие тогда официального представителя марки и полного авторизированного сервиса, Магнитогорцы приобретали эти машины и не прогадали. Сейчас все блага цивилизации уже здесь, в Tokyo Motors. Так что выбор, по-моему, очевиден. Ну теперь поговорим о магической цифре 150. В нашей сегодняшней интерпретации это лошадиные силы, которые есть в моем автомобиле. А что есть в этом автомобиле? Давайте заглянем в капот и увидим здесь двигатель, ну примерно таких же размеров, как на Subaru Forester. Но на Subaru Legacy Outback ставится чуть более мощный двигатель. Мощностью 165 лошадиных сил и объемом в 2,5 литра. И из истории отношений. Fuji Heavy Industries, а Subaru является продуктом этой корпорации. Не так давно было решено, ну не делать двигателем меньше 150 лошадиных сил мощностью. Почему? Ну потому что чем больше мощность, тем больше ваша уверенность в своей безопасности. И поверьте мне, из моего собственного опыта, мои 150 лошадиных сил не раз выручали меня в тяжелых ситуациях. А еще, что меня порадовало? Вот это некоторый запас пространства между радиатором и собственным двигателем. И при желании, если вы помните, не стакает Subaru Impreza RX STI. Можно поставить и тюни. Ну а этот стандартный двигатель, в отличие от Forrester, настроен несколько по-другому. Поэтому Legacy Outback имеет и скоростные характеристики, которым позавидуют многие универсалы. И крутящего момента хватает с избытком. С механкой не нужно без надобности шарюдить кочергой в городе. И автомат не напрягается с выбором передачи. Когда-то давно, а точнее в 1995 году, один из авторов журнала автомобиля мира, тогда еще английского, сказал у Subaru, правда тогда Impreza Wagon, что он не испытывал такого удовольствия ни от одного другого автомобиля. В чем фишка? О фирменном полном приводе, который обеспечивает вам достойную проходимость и максимальную управляемость. Несмотря на такой же, как у Forrester Clearance, Outback все-таки универсал повышенной проходимости. И хоть люк, который мы покажем чуть позже, так и просит высунуться с ружьем, по пашне за зайцем на этой машине все же не стоит. Хотя из большинства дорожных, снежных и грунтовых неприятностей, Clearance полный привод и блокировка сзади вывозят играючи. Clearance здесь, кстати, как Subaru Forrester, но практически плоское днище без выступающих частей. И вообще форма кузова обеспечивает лучшую аэродинамику. А еще. Большинство российских коктолюбителей хотят бы приобрести полноприводный универсал. Ну вот, к примеру, такой, как Subaru Legacy Outback. Это, конечно, не фабула, потому что в фабуле нет полного электропакета. Ну, имеется в виду, стеклочки опускаются там, гидроусилители руля. Компакт-диск проигрывателя с магнитолочкой с функцией RDS. Раздельного климат-контроля. Коробки-автомат с типтроником. Круиз-контроля. Двух замечательных подстаканников под бутыльничек. Кожаного салона. Гидроусилителя руля. Вот такого замечательного люка, который мы вам покажем чуть позже. Кстати, если вам и этого не хватает, то при небольшом количестве добавочного экстра-кэша вы можете приобрести трехлитровый вариант. И здесь уже будет установлен тот самый пресловутый LCD-монитор. И еще раз об автомобильных излишествах. Их в Subaru, в том числе и в Outback, нет. Потому что это автомобиль. Они домашний кинотеатр, зал игровых автоматов, музей деревянных украшений и дорогих безделушек в одном лице и на колесах. Зато кожаный салон, ксенон, неплохой музон, простор и цена. В отличие от европейских конкурентов, с кольцами, звездами и пропеллерами в разумных пределах. Что касается места сзади, ну вы сами видите. Кроме всего прочего, Subaru Legacy Outback очень дружелюбим к детям. Здесь целых четыре крепления из офиц для детских кресел. Но, так как автомобиль японский, то он предполагает наличие традиций. Чайную церемонию здесь можно запросто организовать. Например, на подлокотники. Ну, а если захотите стаканчики поставить, вот вам, пожалуйста, два подстаканчика. Ну и по традиции, разговор о багажнике я не отдам никому. Ну и, как говорится, багажник мой любимый цвет, мой любимый размер. Кстати, Subaru, по-моему, еще одно решение немаловажное приняла. В Россию поставлять запаску только полноразмерную. Что еще интересного? Ну, это, конечно, масса всяких полочек под аптечку или просто. Вот такие вот крепежные кольца для сетки. Что называется сейчас модным словом органайзер. Ну и вообще, это универсал. Ну и компания Tokyo Motors вызывает всех. Владельцы и продавцов полноприводных универсалов на бой. Кто победит, проверит. Ну, когда я вызывал людей на соревнования от фирмы Subaru и официального представителя Монитогорска Tokyo Motors, я прежде всего говорил о автомобиле Audi Allroad. Ну, давайте попробуем. В принципе, вот здесь два с половиной на автомате с Тептроником. Не трехлитровый. Ладно, и этого хватает, поверьте мне. На Subaru Legacy Outback когда-то пробовали поставить пневматическую подвеску. Отказались. Опа. Вот так вот она кочки глотает, кстати. А вот так переезды. Отказались почему? Потому что, ну, пневматика пневматикой, а все-таки чистому железу она проигрывает.